Всех приветствую, дорогие друзья, на моем канале. Продолжаем рассматривать интересные перспективные криптопроекты. Сегодня на очереди у нас проект Social. Я уже делал некоторые обзоры на них, на сам продукт. Как сказать, продукт пока он еще только начинает свое существование, но тем не менее продукт уже в стадии разработки и перспективы этого продукта очень, скажем так, амбициозны и однозначно стоит следить за этим проектом. Смотрите, буквально в двух словах пробегусь. Social это что? Это социальная сеть, которая у нас работает на Web3. Не на Web3, да, а из серии Web3, которая будет работать на блокчейне Solana. Что это значит? То есть если у нас, к примеру, есть, например, какой-нибудь Twitter, Facebook или, например, Instagram, там все работает на серверах и вся информация хранится на серверах, то здесь будет вся информация храниться в узлах, которую, во-первых, невозможно будет взломать, во-вторых, все это будет, не будет регулироваться, да, с точки зрения каких-то централизованных, вышестоящих людей. Вот, и, соответственно, все это можно будет сравнить с технологией обмена информацией на блокчейн-технологии типа BitRN-системы. Вот, соответственно, это что нам дает? Это, в первую очередь, это наша безопасность, то есть мы не можем не опасаться о том, что все данные кто-то украдет, кто-то заберет, либо, возможно, кто-то будет это все использовать против нас, да, в отличие от тех социальных сетей, которые сейчас есть, наверное, в Китае, это Twitter, Facebook, WhatsApp и многое другое. И, конечно, одно из важных нюансов, да, можно даже провести такой эксперимент, я уверен, что многие из вас с этим сталкивались, то есть если вы берете свой телефон, да, например, ведете с другом диалог о том, что вы хотите, например, приобрести машину, да, или квартиру, то через некоторое время в ваших социальных сетях начинает появляться реклама о том, что, собственно, вот купите автомобиль, купите квартиру, все это говорит о том, что о нас все знают, вот, нас слушают, и все это потом, грубо говоря, используется против нас. Вот, собственно, что еще по тех моментам? Весь этот процесс будет работать, как я и сказала, на блокчейне Solana, то есть там будет все это разработано на системе IPFS и будет P2P уровень, то есть не зависит от цензурных серверов или шлюзов, нет того какого-то человека, либо группы лиц, которые все это будут контролировать. Также все операции, которые будут проводиться с токеном Social, да, они будут на блокчейне Solana, да, это, например, майнинг, торговля, стейкинг, оплата там за какие-то конкурсы, все это будет проходить на блокчейне Solana. Ну, я не думаю, что стоит говорить о том, что Solana это максимально защищенный блокчейн, я думаю, что тут, в принципе, все понятно. Еще момент какой, самая важная функция, скажем так, этого проекта, это свобода слова, да, как бы в каждом, грубо говоря, информации об данном проекте есть информация про свободу слова. Понятно, что если это все децентрализовано, то мы можем говорить, писать и выражать свои мысли так, как хотим, но не так, кажется, не так просто, как это может быть. То есть понятно, что если вы начнете писать, либо выражать те мысли какие-то, которые будут вести, ну, грубо говоря, против там всего мира или выходить из рамок законодательства, то все это будет прикрываться. Как это будет происходить? На проекте, в проекте, в приложении будет система рейтинга, да, грубо говоря, лайки и дизлайки. Ну, опять это все утрировано. Если вы, да, там, разумный человек и понимаете, что это не должно быть на всеобщее обозрение, да, тот или иной пост или видео, то вы ставите, собственно, минус в карму для того или иного контента. И со временем, когда набирается огромное количество, скажем так, этих дизлайков и этих минусов, то этот пост удаляется, либо он просто становится невидимым, пока мы не знаем, как это будет реализовано, но, тем не менее, не нужно бояться о том, что если вы будете использовать это приложение, и раз оно децентрализовано, то можно будет читать про все и даже про то, что не хочется, да, какие-то пропагандистские статьи, новости, как это сейчас происходит, да, как это происходило в недавнее время. Вот, поэтому вкратце вот такой обзор у меня получился на проект. Я думаю, вам было интересно. В следующем видео с вами рассмотрим токеномику проекта, рассмотрим последние новости и в целом посмотрим, как проект живет уже именно внутри, где есть комьюнити, где есть люди, знающие и заинтересованы в развитии этом проекта. В общем, следите.